На Олимпийском стадионе итальянцы ничего не смогли поделать с командой Хави и партнеров. Ну а сегодня этот кубок будет окрашен либо в красно-зеленые португальские цвета, либо в... можно сказать, шли к этому финалу всю свою жизнь. И ретроспектива сейчас на ваших экранах, кто и когда выигрывал кубок Анри Делане. Начинало все с победы сборной Советского Союза здесь, во Франции, но на другой... Для вас специальная сюжетка, посвященная ярким личностям. После окончания его выдающейся карьеры... ...гораздо более серьезная... Начинает Португалия! Начинает Португалия этот финальный матч Португалия-Франция! Гризман выдвигается на острие атаки, а здесь офсайды не было. Нани, опасный момент, хорошая передача из глубины пола, можно вообще выходить в другую стадию. Гризман, скидка на жиру, удар Сисоко, высоко от Сисоко летит мяч. Большое преимущество на первых минутах сборной Франции, но нужно его реализовывать. Гризман! Национальный сборный титул может быть в последний раз Гризман! Гризман! Момент еще! Ему эту замечательную скидку сейчас Боед исполняет угловой подачи, а удар головой! Другую, но вот сейчас... Криштиану лежит на газоне! Криштиану не может продолжить игру! Видимо, это... Это драма! Это драма, друзья мои! И вот этот мотылек, не знаю, что здесь произошло, какие-то существуют домыслы по поводу того, что оставили зачем-то включенным свет на ночь на стаде Франс. И это драма, это даже не драма, это трагедия, которую мы сейчас наблюдаем в прямом эфире. Выдающийся футболист, который был в шаге от того, чтобы действительно войти в историю, как обладатель практически всех возможных для футболиста титулов. С сильной командой сборной, но командой, с которой сложно выиграть, например, там, чемпионат мира, да, не та команда Португалии, чтобы на это претендовать. И вот в начале финала, который преподавался всеми, как финал, фактически, Роналду против Франции, Пайет, на мой взгляд, все-таки сыграл, сыграл, ну, как сказать, ну, нет здесь друзей, товарищей, но это была грубая игра в ногу. Ну, мне кажется, это чисто игровой эпизод, просто так сложились обстоятельства, так Пайет врезался, да, в опорную ногу Роналду. А если бы это был не Роналду, в общем, точно это делает прямо на Куарет, Рикардо Куарет, который уже пошел изнаться, Роналду вернулся на голову. И в одно касание, можно было попробовать мячом работать. Вот чисто по человеческим решкам ржать, как навскидку. Цирак оказался рыбой. Знаешь, кажется, что Роналду вообще железный человек, да, он вроде бы соткан из мышц, и в Камалюре бежит назад. Опять пять атак у Португалии, сейчас может что-то получиться, но они входят в страшной, опасный момент, развернись, отдай передачу. Ковырялочка. Да, потеряшечка сейчас была даже, а не ковырялочка. Вот в шаге он довел мяч до чужой штрафной подачи Пайета, и Жеру там борется. Но это не удар был. Вяленькая идет игра после травмы Криштиану Роналду, как-то напугала, по-моему, обе команды, и расстроила болельщиков. Вяло болеет и Стаде Франс. Португальцы даже проявляют себя как-то более активно. Но это как бы и вынужденная мера была для наставника сборной Португалии. 0-0 финальный матч. Подача опасна. Герреро мяч выбивает, но недалеко Погба подстраивается и бьет выше ворот. Ну вот 23-й номер. Хорошо, хорошо. Перелистываем, потому что у нас уже 58-я минута матча. Гризман удар в створ в ворот. Очень здорово накрыл его. Защитник в последний момент сел. Геро обработал мяч, укротил его, положил на газон. Это же это как-то праздник. Нет, нет, нет. Только если праздник. Но сейчас праздник куда-то нужно. Да, жал Марио, и если уж мы говорим о... Продолжение атаки, да даже скорее начало. Здорово! Нет. Обычно Гризман из таких положений забивает. Тарской, боже мой, как он не попал в ворот. Расточку не хватило. Занозин подсказывает, спасибо ему огромное, что он Муса Сисока, а не Али Сисока. Да, это оговорка, но не так страшно же Ру. Он-то точно Оливье и Руи. Пачиев, 14 мальчик, но это выходит... А сейчас есть кому навесить. Сейчас есть кому навесить, но не так. Ой-ой-ой, какая передача сейчас была. Удар через себя. Сейчас Мобзелин. У всех нас в серии пенальти. Момент был у сборной Португалии. Красивый момент. Льюриз вырубил, да, но Криштиану Роналду в атакующей игре. Это точно полкоманда Португалии. Удар! Удар! Какой удар! Ищи Руи Пачиев. Работает в одном чемпионате. Шикарный такой плотный удар получился у Мусы Сисока. Ну, вратарем виднее, мне кажется, приятнее. Говорит, 47 лет Дешаму. Он сидит с Сиднем на своем месте и не встает. А Фернан Санчис постоянно в движении. Жиньяк. Жиньяк развернул. Жиньяк. Станка. Гризман. Вот это была бы сейчас развязка. Сукуренцы, да, Гризмана, оказаться на этом турнире всегда там, где надо. Пепе, кстати, раскрутил. Пепе раскрутил. И как же здорово. А он, кстати, то, о чем ты говорил, да. Вот почему над Пепе иногда как бы посмеется. Зачем он сейчас бросился мимо Жиньяка, как будто там слева ехал танк какой-то другой. А как ты думаешь, Жиньяк мог здесь покатить передачу на Гризмана, который параллельный был? Мне кажется, это из серии, когда ты предлагал Гризману вместо удара на огромной скорости убрать на замахе. В тайме имел очень хороший момент, когда головой бил с линии вратарской, но не попал. В итоге 0-0. В принципе, как многие прогнозировали, действительно Голов выполняет этот стандарт. Подача. Опасный удар. И мяч проходит рядом с Азангой, но был уже офсайд. Да, был поднят флаг, но это был не Жиньяк. Это был Гризман на дальнюю линию штрафной, так скажем, была подача на Погба. Погба против Рафаэля Герреро. Погба танцует с мячом. Один танец, другой по ленточке. Ну что делает Погба? Ноги какие просто потрясающие. Погба сложнее. Кулику не играет Клатенбург, а это очень здорово. Он делом занят. Подача. Куарезме опасно. Это за мячой. Боже мой. Юри спасает и контратака Франции. Гризман развернулся передача на Кумана. Точная нога. Тами вот так не ходит. Нет, ходит. Ходит и даже бегает. Другой вопрос, что у тебя колено не зафиксировано. Тишина, тишина. Тишина. Роналду стоит на месте тренера. Роналду сейчас вышел. Подсказывает кому, как пробить. Удар! Перекладина эта серия. Это Билл Рафаэль Герреро. Боже мой. Роналду сейчас чуть с ума не сошел у кромки поля. Было бы очень больно. Сейчас Криштянов взлетел на 2.88. Как тогда забивал гол. И Лугалев вдохновлена. Эдер блестяще. И вошел в игру. Опять ставит корпус желтый у Кашини. Удар! Удар! Эдер! 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 Это гол! Это 1-0! За несколько минут до окончания финала Португалия! Португал! Португал! Это манифика. Это фантастика. Уголь Яриса. И посмотрите. Здесь Эдер снова выигрывает борьбу. У Касини уходит. И бьет вот так вот неотразимо. Эдер! Эдер! Португал! Вообще в технической зоне сборной Франции он нарушает вообще весь регламент. Все правила. Он сейчас отправляет. И смотри, даже никто не пытается. Даже Дешам не пытается. Коман. Один финн, другой под левую ногу. Подача. Сильная туда скидка. Забиваем! Опасно! Какой момент! Все! Португалия чемпион Европы! Боже мой! Кто мог в этом?